Друзья, по просьбе подписчиков были проведены ресурсные тесты на 200 циклов для аккумуляторов EV25P и его прямого конкурента DMAG25P. У меня в мастерской завалялась пара аккумуляторов EV25P от 2021 года. Также несколько новых аккумуляторов от 2023 года мне прислал мой коллега из Питера. Это уже обновленная версия с улучшенной химией. Перед тестом я проверил сопротивление аккумуляторов. У EV25P от 2021 года оно составило 12,5 млн, у новой ревизии 14,2 млн, а у DMAG 13 млн. Тесты проводились один за одним и данные собирались в электронную таблицу. Параметры тестов для всех аккумуляторов были одинаковыми, а именно ток заряда 5 А, ток разряда 12 А. По результатам теста аккумуляторов EV25P от 2021 года получаем такой график. Видно, что при первом цикле он отдал 2387 мАч, а при последнем 2057 мАч. Потеря емкости за 200 циклов составила 330 мАч или 13,8% от первоначальной емкости. Аккумулятор EV25P от 2023 года имеет лучшие показатели. Емкость стала больше, а степень деградации уменьшилась. При первом цикле он отдал 2490 мАч, а при последнем 2276 мАч. Потеря емкости составила 214 мАч или 8,59% от первоначальной емкости. Если наложить два графика друг на друга, то видно, что до 100 циклов степень деградации примерно одинаковая, а затем у новой ревизии деградация замедляется. Аккумулятор DMEG показал себя лучше всех. За время теста он потерял 85 мАч или 3,4% от первоначальной емкости. После тестов сопротивление аккумуляторов выросло, но незначительно. На этом у меня всё. Думаю, что больше тестировать аккумуляторы EV25P не будем, так как общая тенденция вполне ясна. Пишите в комментариях, какие аккумуляторы вы бы хотели видеть в подобных тестах.